Здравствуйте, ребята, меня зовут Богатейший Ди и добро пожаловать в новое видео. Сегодня поговорим про поведение цены биткоина на кратко и средне сроки. Попробуем понять, отыгрывает ли сейчас отскок дохлой кошки, или же это просто ловушка для всех, кто сейчас продает биткоин, провоцируя эту коррекцию. Также поговорим о битве биткоина за двойную вершину в этом цикле, которая может решиться уже на этой неделе. Поговорим про кризис ликвидности эфириума, который может привести к тому, что временно эфир может обогнать биткоин и стать на первое место в списке крупнейших криптовалют. Об этом и другом говорим в этом видео. Таймкоды, как обычно, в описании. Выбирай интересную для себя тему, если весь достаточно длинный видеоролик смотреть лень. Также не забудь поставить лайк, под последними видео постоянно набираются около 6000 лайков. И я понимаю, что значит нужно пахать дальше. Спасибо за поддержку и сразу же начнем с биткоина. На недельном графике мы видим, что цена биткоина так и не достигла отметки в 0.618 по фибоначчи. Она пытается удержаться выше отметки 0.5 по фибоначчи. И уже эта недельная свеча оттолкнулась от этой поддержки вниз. Значит ли это, что нас ожидает отскок дохлой кошки? Потому что именно так и выглядит отскок дохлой кошки. После жесткого падения цены и достижения локального дна, которое здесь условно обозначено цифрой 2, мы наблюдаем отскок цены на 50%. Как раз таки до уровня 0.5 по фибоначчи. После этого в случае, если это действительно отскок дохлой кошки, мы видим откат и продолжение нисходящего движения, которое здесь обозначено условно четверкой. Заметь, что четверка находится уже ниже двойки. В нашем случае мы уже наблюдаем красную недельную свечу, которая отскакивает от уровня 0.5 по фибоначчи. Неудивительно, что многие сейчас спрашивают, отыграет ли этот отскок дохлой кошки прямо сейчас. Или же нас ожидает какой-то альтернативный сценарий. Ловушка для всех, кто повелся на этот паттерн и продает биткоин прямо сейчас. Ведь как ты видишь, цена биткоина все же находится выше 0.5 по фибоначчи. А значит, сценарий дохлой кошки пока что только вероятен, но не подтвержден. Помнишь, как мы сравнивали ситуацию, в которой мы сейчас находимся, с прошлыми циклами? Давай по-быстрому тебе напомню. Вот, например, ситуация в 2019 году, когда цена биткоина после массивного взлета перешла в коррекцию, которая нашла свою поддержку на 50-дневной средней скользящей, от которой и отскочила. Но после отскока на 50% цена биткоина провалилась еще ниже. Это идеальный пример отскока дохлой кошки. Еще одна ситуация произошла в 2017-18, когда после массивного роста цена биткоина перешла в коррекцию, что нашла свою поддержку на 50-дневной средней скользящей. Здесь мы тоже видели отскок, после которого цена биткоина провалилась ниже. Это тоже отскок дохлой кошки. Если прямо сейчас мы увидим такой же откат до этой средней скользящей, то это будет очень страшный сигнал для биткоина. Но есть альтернативный сценарий, который все еще возможен. Если мы хотим, чтобы биткоин рос и дальше, нам кровь из носу нужно удержать эту линию 0.382 по фибоначчи в качестве поддержки. Как мы видим, цена биткоина уже пыталась вернуться к этому уровню вот здесь, на этой неделе. Любой ценой нужно его удержать. Если у нас это получится, то на краткой и средней сроке все будет во власти покупателей и быков. Какие же шансы на это? Вчера мы говорили, что биткоин до сих пор находится в восходящем канале. Это 4-х часовой график биткоина. Если мы увидим отскок от нижней его границы, а это приблизительно 42 600 или 42 800 долларов, то мы увидим рост вверх до вот этой средней линии, которая действует в канале в качестве то поддержки, то сопротивления. Это очень важная линия. Здесь она была поддержкой, а здесь сопротивлением, и сейчас снова превратилась в сопротивление. Кроме этого, на 4-х часовике цена биткоина находится в этом падающем клине. В прошлый раз такой клин закончился 4 августа, и тогда цена вышла из него вверх. Опять же, заметь, что после этого она нашла свое сопротивление как раз таки на этом среднем трендлайне, который после пробития тоже отправил цену вверх. На дневном графике мы четко видим формирование паттерна, который называется Broadening Bottom, то есть расширяющееся дно. Посмотри на этот ретест вот здесь в теории, вот он. На что он очень сильно похож? Как раз таки на ту ситуацию, в которой мы сейчас находимся. Вот этот ретест. Очень похоже, не так ли? Забавно и то, что вот этот уровень, который обозначил красной линией, и который в теории называется Breakout, то есть прорыв цены из него, находится на отметках 42 600 или 42 800 долларов. Как мы видим, на трех таймфреймах этот уровень участвует и причем играет ключевую роль. Это очень важный уровень, и от него зависит, ожидает ли нас развязка в виде отскока дохлой кошки, или же все же развязка в виде Broadening Bottom. Ведь в случае, если этот уровень удержится в качестве поддержки, мы растем на высоту этой фигуры, то есть приблизительно до 56 700 долларов. В случае же, если он не удерживается, мы можем отыграть паттерн отскока дохлой кошки. Вот в таком важнейшем моменте мы находимся прямо сейчас, на краткосроке. Ну а спонсором моего видео является моя собственная авторская книга, которую я уже закончил писать и вычитывать. Предзакажи ее до 22 августа включительно и получи скидку в 50%. В ней ты научишься, как и когда выводить крупные суммы из криптовалюты так, чтобы тебя не наказало государство. Как сменить место жительства и гражданства с помощью криптовалютного капитала. А также ты узнаешь о недооцененных активах, которые в будущем дадут хорошие иксы. Просто покажу тебе оглавление, чтобы ты знал, о чем вообще написано в этой книге. Я пролистаю его очень быстро, но если тебе захочется посмотреть более детально, поставь видео на паузу. В эту работу я вложил не только время и опыт, но также и деньги за платные консультации с различными юрисдикциями по всему миру. Предзаказ я закрываю в воскресенье вечером, после чего в видео я больше не буду говорить ничего о своей книге. До 31 сентября 2021 года, если тебе не понравится моя книга, я могу вернуть 100% суммы оплаты. Ссылка в описании. Давай поговорим о среднесрочной картине биткоина, а именно о потенциальной возможности двойной вершины в этом цикле. Мы уже говорили о том, что это возможно по примеру 2013 года, когда в одном растущем цикле мы наблюдали две вершины. И наконец-то об этом заговорили криптовалютные новостные ресурсы. Индекс биткоин-пузыря намекает, что еще один пик цены биткоина может появиться до конца 2021. На самом деле здесь мы тоже находимся в критическом моменте, как пишет Чарльз Эдвардс, основатель фонда Кэприол Инвестмент. В предыдущих циклах отскоки после исторического хая не смогли удержаться выше 0,5 пунктов на индикаторе нереализованной прибыли и убытка на биткоине. Только лишь в 2013 и сейчас получается это сделать, комментирует Чарльз. Что такое нереализованная прибыль и убытки? Не только на биткоине, а вообще на любом активе. Это прибыль или убыток, которые инвестор получил на своей инвестиции, но не зафиксировал. Прибыли и убытки становятся реализованными только тогда, когда инвестор продает свои инвестиции. Индикатор нереализованной прибыли и убытков на биткоине отслеживает величину прибыли, которую инвесторы все еще держат в биткоине, несмотря на движение его цены. Обычно глубокие коррекции на бычьих рынках достигают 0,5 пунктов на этом индикаторе. И как раз сейчас рынок тестирует эту отметку. И это очень важно для будущего цены биткоина на средние сроки. Вот этот момент. И если мы сумеем удержаться выше него, это будет хороший бычий сигнал для цены биткоина. На этом графике можно увидеть точку, где мы сейчас находимся. Вот она. Вот эта черная линия здесь, это как раз таки тот самый уровень 0,5 на индикаторе. А черный график, это график цены биткоина. 2014 год. После коррекции цены биткоина здесь индикатор достиг отметок 0,5. Но не смог оседлать этот уровень и провалился вниз. Цена биткоина после этого отскока тоже полетела вниз. 2018 год. После вот этой коррекции мы наблюдали за тем, как этот индикатор достиг уровня 0,5. Но не смог оседлать его и ушел вниз. Цена биткоина после этого отскока тоже полетела вниз. Лишь в 2013 году, после вот этой коррекции, этот индикатор достиг уровня 0,5 и полетел выше него. Что спровоцировало цену биткоина расти дальше. И именно поэтому в этом цикле образовалось две вершины. Теперь ты улавливаешь логику, да? Если и сейчас этот индикатор закрепится выше 0,5 и начнет расти дальше, то мы увидим вторую вершину на биткоине. Если же этот индикатор пойдет вниз, то к сожалению этот отскок окажется отскоком дохлой кошки. Вот и ответ на вопрос, что же это такое? Ловушка для продавцов или же отскок дохлой кошки? Я буду следить за этим индикатором и дальше. И если что, сразу же появлюсь в эфире с новым экстренным видео. Даже если биткоин сейчас оказался в отскоке дохлой кошки и улетит куда-то вниз, после вот этого креста смерти, который кстати говоря потенциально может возникнуть уже под конец сентября или начало ноября этого года, я не буду печалиться, ведь я с большим удовольствием буду покупать биткоин за 20 или 30 тысяч долларов. Сейчас я хочу показать тебе один маленький видеоролик. В нем содержится один очень-очень маленький, но важный секрет, как зарабатывать на инвестициях, в том числе и в биткоин. Давай послушаем. Держать инвестиции нужно 7-9 лет. Держать их, несмотря ни на что, а не играть в казино. Мы покупаем тогда, когда никто не хочет покупать. Это настоящий секрет, который звучит очень просто, но сделать это сложно. Когда все ненавидят это, мы покупаем. Когда все хотят это, мы продаем. Падение биткоина – это как раз тот момент, когда никто покупать не хочет. Рост биткоина – это тот момент, когда купить хотят все. Чтобы заработать, нужно просто сделать эту простую перенастройку в своей голове. Беда в том, что сделать это крайне сложно. Что ж, мы разобрались в том, что нас ожидает на краткосроки и среднесроки. Теперь я хочу поговорить о долгосрочной перспективе биткоина, ведь для нее есть хорошие новости. Что это за 881% в названии видео? Эта цифра взята из отчета Chain Analysis. Глобальное принятие криптовалюты по сравнению с прошлым годом выросло на 881%. При этом Вьетнам, Индия и Пакистан лидируют. Кстати, посмотри на Украине, индекс принятия 0.29, а в России 0.14, в Штатах же 0.22. В Украине рост принятия криптовалют быстрее, чем в России в два раза и даже быстрее, чем в США. Кто-то может удивиться, что ни Китай, ни США не находятся в лидерах. Заметь, больше всего принятие криптовалют растет не в развитых державах, таких как США и странах Европейского Союза, а в развивающихся странах, где люди пытаются найти для себя свободу, в том числе и финансовую. Кажется, мир снова становится биполярным, только на этот раз разделяется на тех, кто быстрее всех принимает крипту и на тех, кто совсем неохотно это делает. Я думаю, что выиграют именно те, кто это делает и кто это делает максимально быстро. В любом случае, это отлично скажется на долгосрочном будущем биткоина и криптовалют. Чем больше страны людей заходят в крипту, тем лучше для нее и для нас. На сайте GlassNode можно найти интересную ончейн метрику. Изменение резервов биткоина на биржах. С 2012 года было лишь 6 моментов, когда биткоины так активно выводились с биржи, как сейчас. Вот, посмотри, как сильно выводят биткоины с бирж. Это тоже хорошо для биткоина, ведь в случае, если на бирже придет покупатель, а биткоинов неожиданно мало, то и цена будет двигаться намного быстрее, чем обычно. Возможно, это также намек на то, что мы видим ловушку для продавцов, а не отскок дохлой кошки. И цена будет двигаться очень, очень быстро. Так что никто не успеет влететь на эту ракету. Пройдемся по новостям, прежде чем поговорим про эфириум и кардана. Про эфириум очень интересно. Небольшая биотехнологическая компания SpineSmith Holdings, которая зарабатывает лишь 15 миллионов долларов в год, сообщила о том, что конвертирует свои резервы в биткоин. Чтобы избежать чрезмерного вмешательства со стороны банков. Также компания приобретает биткоин как способ защиты от инфляции. Да, эта компания не сравнится по размерам с Теслой, но это уже прецедент. Сколько таких компаний, которые страдают из-за банков, существует в мире? Множество, множество тысяч. И это только начало. Многие компании последуют этому примеру. Не зря ведь принятие криптовалюты за последний год выросло на 881%. Фейсбук сообщил, что их новый цифровой кошелек почти готов к релизу на рынок. Что это значит? Это значит, что потенциально в будущем каждый пользователь Фейсбука сможет пользоваться криптовалютным кошельком, встроенным в Фейсбук. Над этим уже работает Твиттер, а теперь и Фейсбук. Это очевидный тренд. Фейсбук сообщает о том, что кошелек заработает только там, где он получит разрешение и лицензию от регулятора. Также очень большие новости от Alibaba, китайского конгломерата электронной коммерции, одного из крупнейших в мире. Он удваивает свою ставку на сектор NFT. Кроме этого, Alibaba заходит еще дальше, запуская свой собственный аукционный сервис, который будет торговать NFT. Технологический гигант начинает активно внедрять технологии блокчейн. Пользователи получат доступ к новому макетплейс NFT от Alibaba с помощью платежного приложения Alibaba Alipay и сервиса Tencent's WeChat. Очень-очень хорошие новости для NFT и, соответственно, эфириума тоже. И всех остальных блокчейнов, на которых можно строить NFT, например, Solana. Миллионы долларов текут в кардана в преддверии хардфорка Alonso. Мы можем объяснить недавний взлет кардана тем, что инвесторы вливали в нее деньги на слухах Абалонсо. Но что интересно, слухи были достаточно давно, а деньги текут в кардана до сих пор. Так, например, инвестиционные продукты кардана наблюдают увеличение денежных потоков на 1,3 миллиона долларов. В то же время, как биткоин и эфириум, наоборот, отметили отток средств в размере 22 миллионов долларов. Деньги немного перетекают из биткоина и эфира в кардана и в другие некоторые криптовалюты. Input Output. Компания-создатель кардана говорит, что новая эра для ада наступит 12 сентября 2021. Но они еще готовят два анонса каких-то двух важных дат для кардана в ближайшее время. Тоже нужно за этим следить. И, наконец, веселые новости из России. Путин все никак не успокоится и поручил выявить и проверить российских владельцев криптовалюты до 15 ноября этого года. Генпрокуратура же до 15 июля 2024 должна представить инициативы по пересечению коррупции, предметом которой становятся цифровые активы и криптовалюты. Это говорит нам о намерении поставить оборот цифровых активов в России под жесткий государственный контроль до 2024. Знаешь, после таких новостей я не удивлен, что Россия не является одной из лидирующих стран по росту принятия криптовалют. Сам посмотри, как ни странно, среди европейских стран лидером является Украина. Вау, первая хоть в чем-то. Это что-то удивительное. Но я рад за свою страну. Красавцы. А теперь я хочу поговорить про эфириум. Здесь тоже очень много всего интересного происходит, до такого, что может сместить биткоин с первого места. Кризис ликвидности эфириума может заставить эфир вырасти до нового исторического пика быстрее, чем биткоин. Говорят последние данные от Криптоквант, компании, которая занимается аналитикой криптовалютного рынка. Исходя из исследования, Криптоквант, текущая цена эфира, ближе к историческому пику по сравнению с биткоином. На эфириум сейчас более высокий спрос, а предложение ниже. Также кризис ликвидности эфириума усиливается в то время, как резервы биткоина на биржах немного затормозились в своем падении. Это действительно так, посмотри на график резервов биткоина на биржах. До ноября 2020 он активно падал, что предшествовало его безумному росту. Но с тех пор балансы биткоинов на биржах падали уже не так активно. И лишь в августе этого года продолжили свое снижение. Ну а что мы видим на эфире? Балансы эфира на биржах падают с августа 2020. Да, мы видим некоторые такие отскоки, но общий тренд нисходящий. На биржах все меньше и меньше эфиров. На этом графике мы видим цену эфириума сверху, а снизу показаны выводы и вводы эфиров на бирже. Мы четко видим, что на этом росте эфириума монеты начинают жестко выводить с бирж. Причем интересно, что первый массивный вывод с бирж произошел еще до того, как цена эфириума выросла. Кто-то что-то знал. Что это все значит? Во-первых, предложение эфириума находится на двухлетнем минимуме. Во-вторых, предложение уменьшается, а цена растет. Но это не значит, что эфириум не может корректироваться на краткосрочной дистанции. Зато это значит, что на протяжении 3-5 лет эфириум будет стоить уж точно больше 10 тысяч долларов. Ки Янки с Криптоквант пишет. Технически эфириум может проходить какие-то коррекции, но я думаю, что эфириум может превзойти биткоин, если цена биткоина будет либо в боковике, либо в растущем тренде. На этом все, ребята. Буду рад лайку. Это помогает каналу расти, а мне находить мотивацию для работы. Нам осталось совсем чуть-чуть до 200 тысяч подписчиков, поэтому подпишись, если еще не подписан. А также подписывайся на телеграм, ссылка в описании, делись видео с друзьями, комментируй обязательно. Богатей. До скорого. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok